всем привет доброе утро доброе утро сегодня субботка 9 марта и мы как обычно начинаем свой завтрак во сколько не знаю время сейчас ну короче 4 до начала четвертого и опять в это время только первый прием пищи так как с нами очень многие завтракают и смотрят наши выпуски не в пятницу в субботу мы теперь будем еще наверное приятного аппетита вам желать что ли и завтракать вместе сегодня для нас новые заведения сегодня что-то новенькое попробуем то как новенькая опять итальянская кухня конечно хотя бы место новое для нас до произносить не будем название потому что не думаешь что неправильно его произнесу вот название зато здесь есть наши любимые баклажаны пармиджана на двоих сейчас возьмем их точно ну и посмотрим еще чем твой ну и завтрак у нас начинается опять вот этого у меня космополит она ульяна и негрони доброе утро ребра и начинаем фестиваль по еде любимые пармиджана баклажаны есть у меня опять грибы паста здесь какая у них самокрутная да а у меня теле 3 все аппетитно приятного аппетита в общем всем кто завтракает с нами ну либо есть так или иначе мы рассчитываем поели нам все очень сильно понравилось очень давно очень круто очень круто скорее всего сюда еще будем заглядывать потому что реально вот нам принесли еще комплимент естественно если правда с этим не справились но комплимент есть и мы этого не откажемся ребят мы пока ели тут пошел снег его наверное не видно так потому что он супер мелкий маленький но тем не менее меньше надо было жрать а сейчас мы планируем сходить в музей не знаем получится или нет ну в принципе как обычно у нас все до по ходу движения все решается ну если получится тоже расскажем что это за музей но он маленький надо признать что это не какой-то там эрмитаж или русский музей мы планируем естественно туда сходить но мы планируем еще отпуск в конце апреля поэтому мы подумали что в такие музеи лучше наверное идти все-таки в будни потому что мы поменьше народу сейчас еще три дня выходных март и наверное еще много людей приехала и вообще надо стоять в очередях или толкаться между картин меня не очень хочется вот как тебе космополитен ты разговаривал ты прям мне кажется у меня там глаза просто вот такие если честно нормальные а еще мы тут внезапно вспомнили вот идем мимо вот этой вот поликлиники и вспомнили как году наверное в пятнадцатом или шестнадцатом у меня что-то было с ухом очень сильно болело но и мы ходили сюда к лору и сидели в очереди с френдлих она не к лору была кому-то другому просто сидели с ним и не стали уточнять и при оболе но мы вообще не стали у нас нет карточки до кого-то да это доколуповаться такая рандомная история здравствуйте можно в музей я поняла хорошо спасибо спасибо что сегодня большая там экскурсия посещения больше сегодня не планируется блин облом в общем не срослось сегодня с музеем мы хотели пойти в музей ну как все уже поняли я думаю к зощенко мы хотели пойти его очень сильно люблю но я не думаю что кто-то удивлен что у нас вот так не срослось не получилось я еще хочу зайти в казань пойдем раз мы все равно супер рядом да мы естественно там были бывали ранее да естественно вот но почему бы и нет почему бы не повторить в общем друзья мы пришли в казанский собор такая внезапная штука для нас очень снимать не сильно не будем потому что уходим почему нет вот сюда пойдем еще короче снимать сильно не будем потому что это наверное не очень воспитана тут еще вероятнее всего опять привезли какие-то мощи или какой-то там не знаю мощь икону или кого-нибудь потому что это огромная очередь выстроилась чтобы там поцеловать приложиться непонятно но мы не в курсе что привезли ты кстати знаешь что центральный вход не тот через который все заходят обычно а вот этот не страны казанской улице посмотрим тут сильно вам показывать ничего не будем приезжайте сами посмотрите все пока отключаемся на самом деле я не знаю что редко говорить что там прилично неприлично и снимать или что-то делать там обстановка как в магазине чисто все такие ходят начали да нет ну кто-то там понятно в религии но очень много людей которые просто тебя нас я вообще еще хотела совместить то есть помимо того чтобы смотреть на исторический объект а я думала что еще свечку поставить но вся фишка в том что там реально там такая очередь я не в сумме при распродаже наверно ну короче там очень много людей и тратить сейчас час времени просто чтобы стоять в очереди купить свечку на такой себе знаете я вообще таким не увлекаюсь но даже еще ставить не я ты есть если чем тебе не кажется что мы в галерее бываем уже turbo часто слишком часто даже раньше когда мы здесь жили четыре года были здесь меньше раз за четыре года чем за эти пару месяцев да это конечно слишком мы что-то в этой жизни делаем не так тут еще народу естественно это же выходной идем мы в кино внезапно мы решили сходить на эту пресловутую мастера маргариту которую все очень сильно хвалит мы сразу никаких надежд не питаем потому что ну все хвалят это уже попса на же все бесит плюс ко всему мы видели трейлер нас ну уж вынес уже он вынес да мы тем более мы являемся фанатками сериала который борту да поэтому не знаю посмотрим на настроенном очень фактически сразу говорим он не работает успешный успех сейчас еще не будет мест в кинотеатре да нет здесь большие залы здесь должно быть сюда за рулю так ночью наши любимые какие последние ряда по 100 для поцелуев помните такую рекламу 90 было ну или в какие там нулевые давай решим как его решим давай последний ряд мы любим последний какие места то сбоку я не знаю будет там видно или нет и снявая такой 8 9 возьмем люди везде блин везде люди да реально не очень конечно 1 2 мне кажется вот здесь проход и думаешь мне кажется почему-то ну ладно давай так 1 2 да давай 1 2 готова банковская карта ничего донесешь да и паниболе в каком зале посмотрим 2 зале 2 пойдем вроде бы это вопрос мечемся там уже на фильм начался сколько времени смотрела ведро уритки прям я не ем просто эту вот эту вот штуку вот эту мне почему-то она не вкусна не так ради бога правильно делаешь нам дальше наверно или здесь общее общее я думаю что здесь всем ну типа 2 3 потому что я боюсь что без пива мы не вывезем это он еще идет два часа с лишним ну забивайся я очень сильно рассчитываю что у нас около этого края чтобы мне подсказывать что туда через весь ряд тащится они с я к стене я забиваюсь просто по максималке от всех ну и нормально да нормально вы так всегда сидим все можно присесть можно ребят только единство что этот вот перелина у нас тут перед носом поэтому наверно вот с той стороны все-таки было бы лучше рит лучше но мне лучше потому что если я захочу в туалет идти мне удобно здесь я не через ряд убежала а ты захочешь что ариба готов отправиться на грандиозное Горожане изменились внешне. Итак, мы посмотрели фильм. Шляпа полная. Просто пиздец. Я никакого вот этого восхищения людей вообще не понимаю. Ну, я не знаю, я вообще никакой эмоции не испытала. Где-то ближе к концу, потому что после середины мне стало настолько скучно, что я начала зевать, мне захотелось спать. Мне не спасло даже пиво. И как бы, ну, вообще никак. Герои ужасные. Во-первых, у меня еще было такое ощущение, как будто постоянно я смотрю какую-то пародию, знаете. Типа я смотрела оригинал, ну, вот сериал, то, что мне нравится. А потом мне включили пародию, и они такие пытаются там ломаные как-то вот эти фразы говорить. А не потому что много оттуда, кстати, слезали. Да, ну, то есть это... Каких-то моментов. Ну, ладно, много это я уже загнула, но какие-то моменты они оттуда слезали. Да. И это странно тоже. Я скажу так. Снято окей, неплохо. Допустим. На этом точка для меня. Я не знаю, как им удалось разрушить ту магию. Вот это вот мое личное внутреннее ощущение, которое я испытываю, например, при просмотре того же самого сериала «Бартко». Ну да. Про произведение вообще молчу. Но вот они сделали все настолько хреново, что просто испарилось все и стало как-то плоско, приземленно, обыденно, что ли. Мне на самом деле есть много что сказать, но я не все могу озвучивать в онлайн-пространстве. Поэтому оставлю весь свой спич для нашей подруги, которой очень понравился этот фильм. Она на него что-то сто пятьсот раз уже сходила. Многим понравился этот. Ладно, окей. Мы рассказываем просто наше мнение, да. Нам нет. Вообще, жопа. Просто. Просто я вот эти вот два, там, около трех часов, я просто еле высидела. Просто у меня реально, мне где-то в конце, я уже, вот когда, кстати, был вот этот бал, но уже вообще все, наконец, я реально, я уже хотела бы, на самом деле, где-то внук сказать, пойдем. Ну, потому что, ну, как бы уже лучше не будет. А они зачем-то все вот так перемиксовали? Ну, ладно. Это, ну, художник так видит. Да, из-за того, что, в принципе, я, в принципе, согласна с тем, что картинка может быть сама по себе неплохая. Но, имея возможность снять вот такую картинку, можно было немного поднапрячься, написать хороший сценарий, сотрудничать с хорошими сценаристами. Там режиссерами, ну, короче. Ну, видишь, для кучи людей это шедевр. Все писаются кипятком. Ну, хорошо, а я ближайшие дни, наверное, все-таки пересмотрю сериал. И еще раз поставлю галочку о том, что ни что, ни сериал, кроме сериала, не говоря про книгу, естественно. Ну, тут понятно, да. Ну, короче, возможно, я еще предположила, в какой-то момент, вернее, в какой-то момент фильма, я подумала о том, что, возможно, еще людям, которым очень люто заходят, может быть, они давно ничего не смотрели, не перечитывали, не ходили на спектакли. Мы просто периодически еще на какие-нибудь спектакли ходим, посвященные. Нам не все нравится, как вы можете понять, мы скорее засрать, чем похвалить. Может быть, из-за того, что они давно ничего не видели, им так это, типа, вау. И знаю, вспомнили школьную программу из этой оперы. Ну, понимаешь, зачем я имею в виду? Да, 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 да. Я не знаю, нам не понравилось, короче. Да, точка. Продолжение следует... Чуть-то уже на коленях со своими этими лепестками. На них дышать даже нельзя, они такие маленькие, просто... Было, что ли, уже с того года? Ой, ё-моё. Как микробы. Просто я даже боюсь на них говорить, потому что мне кажется, они от дыхания прямо сейчас разлетятся вот так, в разные стороны. Ручки трясутся. А что такое-то вдруг? Зубочистки нет, поэтому буду делать вот такую штуку. Палочкой? Да. О, тут ювелирная работа. Саша, ты ювелир. Угу. Я, в общем, знаете, как решила? Я как-то так всё засыпала землю, я не буду нигде подписывать, что это за цветы, чтобы это потом было сюрпризом. В прошлом году ты подписывала. Даже специальный маркер покупала. Давай какую-нибудь бумажку напишем. Ну, я не знаю, потому что пять семечек здесь больше, здесь тоже больше. Я не знаю, как их. Ну, короче, ладно. Может быть, надо было вообще эту землю засыпать как-нибудь вот так через одну? Да, наверное, да. Не знаю, ладно. Не дыши. Я постараюсь. Так ещё прекрасно, что у нас на фоне у соседей нирвана играет. Очень подходящая музыка. Одна семечка упала, я теперь не могу её найти в плане куда-то в землю, и не знаю. Да прорастёт. Вот, не задохнись, Рит. Мне кажется, ты слишком ответственно подходишь к этому всему. Ну, а как по-другому-то? Туда разговариваешь, чтобы сюда, не дай бог, воздух... Да, это мы надолго. Мы нашли, кстати, семечку, которую потеряли. Оп. Ты можешь... Сейчас уже соплю и капнем. Знаешь, почему-то такое настроение, как будто мы либо по номерам картину разукрашиваем, либо алмазную вот эту вот мозаику клеим. Угу. Есть такое, да. Ребят, просто вот для сравнения даже с руками, размер, насколько они маленькие. Просто какие-то... Они застряли. Мы всё закончили. Когда мне теперь ждать результатов? Не знаю. Ну, сколько дней-то? Не знаю, по-разному. Пять, семь. А, это очень долго. Ты хочешь сразу? Ну да, я хочу, чтобы я завтра встала и уже тут всё колосилось. Ага, сейчас. Будет колоситься. Ну, ты довольна? Да. Нервничаю я. Почему? Не знаю. Друзья, так как мы сидим на ПП и стараемся привести себя в форму старательно. Ну, сидим мы на ПП только в будни, выходные, вы все видите, как мы проводим. Сегодня Ульяна приготовила... Что это? Стейк. Из цветной капусты. Правильно? Да. Пахнет бомбически, очень вкусно. Я никогда, на самом деле, не ела стейк из цветной капусты. Не, мы где-то заказывали. А, Лид, я только себе заказывала в каком-то заведении. Ну, может быть, да. Я ещё попробовала её тысячу лет, тоже не пробовала. Хотя, может быть, не пробовала вообще ни разу. Сырую. А, капусту? Да, и реально тоже очень вкусно. На сыроедень не буду переходить. Да, точно, да. В общем, вот так это выглядит. Красота, супер. Повторюсь, пахнет вообще муа, белиссимо, так сказать. Можно было бы сюда какой-нибудь соус ещё замудрить, но я ничего не стала делать. Здесь просто ароматное масло и базилик. Ну, типа травки просто всякие. Вот. А из остатков сейчас я на завтра нам забабахаю. Это вот она свежая. Это то, что... Можно взять кусочек? Бери. Это то, что не получилось нормально стейком порезать, потому что, ну, понятно, что они все равномерно не получатся. Это я миксану попозже запеканку, наверное, на завтра. Короче... Супер. Мне засунула себе капуста в рот. Теперь не могу жевать, а то она будет хрустеть в кадре. А, ну и салатик простой овощной. Угу. Здесь салат айсберг, помидорка, огурчик и этот... Сельдерей. Ну, прям п-п-п-п. Немного перекусив, мы приступаем к приготовлению следующего блюда. На самом деле, тут тоже такой максимально странный замес какой-то непонятный, но ладно. Какие там ингредиенты? Да никаких практически. Морковь с остатками капусты и сметаны. Можно это, конечно, в сливках делать, но я не люблю сливки, и поэтому сметану. А специи будем туда какие-то добавлять? Ну, сейчас сапанем у меня не так много осталось. И чуть попозже еще сыром засыплю. Сейчас она постоит немножко. Можно сюда, конечно, всякого чеснока набабахать, еще чего-нибудь такого. Мне лень. Потому что сейчас уже надо продолжать работать, и сейчас тут кулинарить нет желания, вернее возможности. В общем, вот так это получилось. Итак, буквально за несколько минут до приготовления мы засыпаем всю эту красоту сыром. Запах обалденный. Хотя всего два ингредиента, но очень аппетитно. Это нам на завтрак, если чё. Да. Просто неохота была ее оставлять до завтра. Приготовить проще сегодня. ПП, такое ПП. Не, ну, ребят, ну настроение просто выжечь сетчатку глаза этими лампами. И вот так у нас крутится целыми днями. Вон светло на улице еще даже. Ничего, не растет у меня. Почему? Ну вот пару дней прошло. Почему не растет? Что-то же было там. Вот какие-то выперлись. Ну, это циние, если вам интересно знать. Очень. Все остальное не растет. Сейчас я вам покажу. Сразу говорю, спим мы без вот этих ламп. Слава богу. Ночью отдыхают все. И мы, и цветы очки. Ну, в общем... А чё тут плывет? Тут ничего не видно. Ну, ничего не видно, потому что ничего не растет, блин. Ну, рано еще. Да чё рано-то? Уже прошло, блин, несколько дней. Ты сама говорила 5-7. Ну, а сколько прошло? Сколько прошло? 5, наверное. Ну. Ну, еще 2 есть в запасе. Мы, ребят, рассмотрели. Какие-то малюсенькие совсем петуньи. Росточки, корешки, вернее. Или чё это? Или это вершки? Не знаю, я не разбираюсь. Ну, как это? Отщипнула от твоего пиджака этот... Итак... Ну, внимательно, внимательно смотрим. Сейчас, подождите. Там не видно будет. Вот тут. Вот видите, вот там, вот. Видите? Да нет, не видно. Тут чуть фоксируется. Не видно? Нет. Просто, поверьте на слово, там очень тоненькая, но что-то вылезает. Ну, хоть бы парочку пету не вылезло, что ли. А вообще, у нас здесь возникла идея апгрейдить наши телеса. Вернее, возникла она давно. Но приступим, наверное, мы к ней на следующей неделе. Увидите все в следующем выпуске. Сейчас планируем звонить, записываться. Подписывайтесь, короче, кто еще не подписан, чтобы не пропустить ни следующий выпуск, а вообще, чтобы наш канал куда-нибудь не пропал случайно. Потому что сейчас опять что-то говорят, интернет будет лажать на этих выходных. Да. В общем, да, подписывайтесь. Будем с вами на связи. Будем транслировать свою жизнь. Разговаривать с вами в комментах. Возможно, стримы опять возобновим. Чем больше комментов и лайков, тем ближе стрим. Все, ребят. Пока. Спасибо за просмотр. Ждите весенних обновлений. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok